тук-тук-тук народ привет всем меня зовут фил канал честный блок the galaxy s 24 ультра три месяца использования сегодня очень интересное видео давайте вам расскажу как же себя чувствует samsung этот смартфон у меня уже три месяца кстати появился мне ровно вот прямо вот на старте продаж за это большое спасибо моим друзьям компании технопария кстати вам сегодня расскажу где и как можно приобрести этот телефон подешевле и прошло три месяца и есть определенные изменения которые произошли как и в принципе на рынке так и со смартфона потому что прилетели обновления были важные обновления которым очень сильно ждали например samsung говорила что будет большой апдейт по камерам он прилетел и были определенные изменения были очень интересные улучшения по автономность я об этом сегодня расскажу и наверно один главных вопросов который стоит поднять а как samsung себя в принципе чувствует по отношению к другим телефонам ведь на рынке ситуация изменилась viva opa huawei все поджимают в общем друзья если вы любите samsung или интересуетесь этим действительно прикольным телефоном дайте расскажу что из себя представляет спустя три месяца минимум цифр но максимум полезной информации меня зовут филд канал честный блог погнали знать первое что хочется отметить я сейчас знаете где нахожу шен-жене жутко шен-жене это opa find x7 ультра это viva x100 pro honor magic 6 pro конечно же сяоми 14 ультра и смартфон который буквально недавно показали про него будет много роликов и конечно же huawei новый пьюра 70 ультра обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить выпуски по поводу этих смартфонов и вот samsung казалось бы три месяца назад он выходил однако вот вышли ребята очень серьезные которые составляют достаточно интересную конкуренцию для этого телефон как он себя чувствует в принципе в этих смартфонах я знаете что у вас изначально вообще спрошу как вы в принципе относитесь к тому что есть китайские бренды да достаточно мощные и судя по моему телеграм-каналу я здесь оставляю ссылочку переходить посмотрите идя туда постоянно загружаю фотографии со всех флагманов тестирую рассказываю как они делают фотографии если вам интересно за это переходите подписывайтесь там много полезного контента вы в принципе будете знать как фотографируют смартфоны там конечно же можно найти оригиналы фотографий так что вы можете без проблем посмотреть чем отличается samsung от пикселя топа huawei от viva и всех остальных так вот судя по нашему телеграм-каналу самсунга конечно же дела идут ну грубо говоря так немножко средне но есть хорошая тенденция за последнее время появилось много комментариев типа о samsung что реинкарнировался о samsung неужели сделал хорошую фотографию то есть это о чем говорит о том что изначально по было достаточно сыровато но уже сейчас апрель месяц за это время прилетела по моему два или три апдейта которые знаете как будто бы сами по себе они ничего не поменяли хотя там были большие апдейты касающиеся камер но в итоге все равно досмотришь сравнение камер с другими понимаешь что да да это определенно произошли и они безусловно сделали этот смартфон лучше так что компания samsung а это хорошо выпускает ежемесячные апдейты и самое главное конечно же она улучшает свою продукцию поэтому за это компании samsung лайк и еще что интересно смартфон стал ощутимо дешевле ну в сравнении например с ценами которые были на старте сейчас вот этого красавчика на 256 гигов то минимальная версия у моих друзей компании технопери можно купить за 93 94000 рублей а это извините меня цена очень хорошая помните на старте было 120 110 94000 красавчики плюс у технопери что еще интересно они продают вьетнамскую версию вьетнамская версия хороша тем что на нее апдейты быстрее всего прилетают агрегация частот совпадает с россии на сто процентов а также есть запись звонков из коробки понятное дело что мы можем там сами поменять регион свои самсунгах так далее но для тех кто не хочет этим заниматься вот есть такая вьетнамская версия так что переходите на телеграм-канал технопери посмотреть что у них по ценам но если будет желание приобретайте ну естественно после того как посмотрите это видео так вот если говорить о ценах то 93 тысячи рублей 94 до в целом это чуть дороже чем те же самые китайцы потому что viva о по они стоят в районе 80 90 тысяч рублей но что очень важно это китайские смартфоны опа выпускался только исключительно на китай viva есть и китайские и глобальный но глобальный стоит 1200 евро то есть это 120 130 тысяч рублей все они новые в россии стоит где-то 120 30 140 тысяч рублей он романжик 6 тоже дорогой 130 тысяч рублей iphone 15 pro max собственно главный конкурент по как минимум брендом самсунгу он я тоже ощутимо дороже то есть у нас получается такая ситуация что samsung является чуть ли не самой выгодной все покупкой среди всех флагманов 2024 года который на снэндрагон 8 ген 3 я уж молчу про то что у самсунга очень хороший набор камер да это и сверхширокугольная основная 2 телевичка трехкратное пятикратное увеличение пятикратное увеличение может делать десятикратное увеличение с гибридным зумом и она работает очень хорошо я не говорю там про стократный зум толку в нем никакого нет но десятикратный зума мы особенно ведь боялись что когда самсунг уберут десятикратное оптическое увеличение станет хуже нет не стала безусловно бывают иногда ситуации когда десятикратный зум проигрывает тому который был раньше но вообще-то трехкратный пятикратный зума его используем гораздо чаще так что здесь безусловно есть плюс и в итоге сделав вот такой анализ получается что самсунг является чуть ли не самым выгодным флагманом 2024 года это первый интересный момент вторая хорошая новость получив вот эти все обновления значит что получилось samsung прям стал гораздо энергоэффективнее он стал работать так что мне даже не получается потратить его за весь день если раньше точнее так на старте samsung работал грубо говоря 4-5-6 часов работы экрана всегда по-разному в целом я бы сказал так 530 да вот это наверное такое среднее состояние то сейчас прям очень круто я проходил со смартфоном порядка 16 часов 5 часов 37 минут работы экрана и еще остается 25 процентов заряда то есть с таким режимом получится 7 часов работы экрана или вот я больше суток ходил с телефоном 4 часа 37 минут включенного экрана и остается еще 31 процент то есть в этом сценарии смартфон проработает полтора дня получится тоже 67 часов работы экрана или вот тоже сутки проходил со смартфоном 6 часов 22 минуты включенного экрана и еще остается 13 процентов то есть опять же дотянет примерно до 7 часов samsung стал очень хорошим по энергоэффективности по энергопотреблению прямо классно мне это очень сильно нравится потому что изначально я немножечко расстраивался что практически не было никакого прироста по сравнению с и galaxy s 23 ультра здесь молодцы следующая хорошая новость ван ю и 6.1 вот эти различные фишки искусственного интеллекта что они нам дали но во первых я могу сказать что со временем смартфон стал все-таки более плавно работать это я отмечаю хотя также я отмечаю что samsung сожалению не может дотянуться до самого плавного в моем представлении смартфона это one plus 12 one plus 11 ну и наверное пиксель 8 про самые красивые отрабатывающие анимации телефоны вот samsung пока до них не дотягивается но все равно он стал работать плавнее меньше стала микрофризов это точно я хочу отметить смартфона принципе стало удобно пользоваться и еще знаете какой интересный момент такой эргономические экраны к так как у смартфона плоский экран он по сути стал единственным считайте флагманом на андроиде но наверное кроме пикселя до у которого прямо максимально плоский экран потому что у всех остальных смартфонов так или иначе есть два с половиной до стекло и вот когда ты берешь например опа или viva ты прям видишь что смартфон такой имеет выпуклое стекло а берешь самсунг и видно что экран максимально плоский даже знаете как будто в немножечко вогнутый внутрь это прикольное ощущение интересно что это уникальное ощущение потому что другие телефоны такого не дают самсунгом конечно же по-прежнему не очень удобно пользоваться потому что он здоровенный при том что у него не самый большой экран 68 дюйма знаете у кого больше экран да у того же самого класса 12 у него 6 и 82 дюйма но при этом samsung конечно же широкий поэтому если вы будете брать какой-нибудь например чехол вот у меня вот такой есть чехол но это больше бампер обязательно используйте бампер хотя он конечно же более опасный по боковинкам да если упадет на боковинку ну скорее всего будут проблемы но старайтесь чтобы смартфон не падал зато его гораздо удобнее держать использовать за счет того что у нас нету широких рамок самого чехла ты держишь сам телефон плюс приятное ощущение ты не держишь сам смартфон это титановый корпус ты каждый раз вы берешь руки думаешь прикольный титановый корпус у тебя дружок кстати что касается титана ну вот с момент тех дней когда iphone сделал свою титановую версию потом сяоми выпустили титановую версию и вот потом samsung мы все поняли что в титане особо толка нет ну как бы больше в основном знаете такой ник прикол такой у тебя титановый смартфон и я могу отметить что во первых у меня особенно нету никаких царапин я вот естественно нашу бампере но по бокам то у меня свободно все и царапин никаких нету вы знаете даже скажу больше если посмотреть на экран я могу заметить небольшие царапины которые безусловно появились потому что samsung ведь не клеит никакие пленки я честно говоря тоже сам не люблю клеить пленки мне нравится когда они идут с завода ну samsung этим не балуют на но в целом смартфон себя показывает хорошо с точки зрения того что он живет и сильно не портится кстати что касается экрана еще хочется похвалить samsung ведь они наконец-таки взялись за шим как долго они отрицали вообще что есть такая проблема как долго они другие смартфоны другие компании снабжали экранами у которых нету шима а себе ставили в samsung их флагманские постоянно шим на экран наконец-таки этот вопрос решен и у нового galaxy s24 ультра шим не то что побежден но он гораздо стал меньше по сравнению с тем что было раньше год назад galaxy s23 ультра на минимальной яркости шим давал где-то 120 процентов офигеть просто сейчас шим на минимальной яркости в районе 30-40 процентов это хорошие результаты конечно же на рынке есть менее шим на экраны это я сделал но тут просто самсунг молодцы взялись за этот вопрос но есть момент который по-прежнему самсунг никак не может допилить я даже не знаю чем-то известно это разблокировка по лицу не знаю как вы можете написать комментариях как вы например а я постоянно пользуюсь разблокировка по лицу потому что я всегда настраиваю все смартфоны которые у меня есть на то чтобы они разблокировались автоматически чтобы телефон лежит например на столе ты его берешь в этот момент он просыпается от движения смотрит на тебя сразу же разблокируется а мне сейчас samsung написал лицо не совпадает очень часто к сожалению когда вот не так много света samsung говорит что лицо не совпадает это прям беда потому что у всех остальных совпадает берешь опа вива релми любой смартфон вообще китайский все там отлично совпадает конечно с айфоном с его face айди там тоже все отлично совпадает у самсунга не совпадает очень часто поэтому самсунговский face айди по-прежнему работает не очень хорошо сканер четко пальцев при этом работает очень быстро читайте просто молниеносно просто наверное один из лучших сканеров а вот разблокировка по лицу так себе стоит наверное вспомнить еще такой интересный момент что на galaxy s 23 ультра прилетела обнова вон я 6.1 и часть фишек которые были выпущены на этом смартфоне виде эксклюзива так сказать они перелетели и на младший флагман до 23 года на ультра часть фишек с искусственным интеллектом переместились туда что можно сказать потерял ли от этого что-нибудь самсунг наверное нет на самом деле там наверное 50 процентов фишек улетела туда а часть например не перелетела вот например allison дисплей который samsung взяли хитрым образом у айфона когда у вас просто приглушаются немножко ваши основные обои но в принципе они постоянно отображаются эту фишку samsung очень классно подрезали в айфоне так вот эта фишка например осталось только на galaxy s 24 ультра на 23 ультра она не перелетела хотя ясное дело что это никак не зависит не от процессора ничего просто решили такую фишку не добавлять там еще есть на количество элементов которые не перелетели я кстати делал ролик на тем того какие же фишки прилетели на galaxy s 23 ультра этот ролик набрал большое количество просмотров так что я внизу оставляю ссылочку переходить посмотрите были ли у меня какие-то проблемы за время использования самсунга нет мне я слава богу лишён каких-либо трудностей и у меня он вот сам начало в целом работал хорошо а так как это глобальная версия да то соответственно samsung дает возможность мне например без проблем использовать сотовый свет я напомню что вот эти товарищи китайские да например опа или viva но пиво всем хороший телефон да однако нет 20 бенда его часть этим делаешь ничего не сделаешь каких-то местах санкт-петербурга например он просто не ловит обрубает интернет и все и это касается петербурга да соответственно если вы живете в другом регионе в другом городе у вас будет другая ситуация причем я уверен что может быть так что вы вообще этого не заметить а может быть так что вы будете работать например на низком проспекте а в донецком проспекте в питере как будто прям очень сильно нужен 20 бэн ты соответственно раз отваливаешься а тут ведь samsung никаких проблем со связи не имеет кстати очень важный момент если вдруг вы будете покупать samsung и вы будете смотреть на регион для которого он сделал ни в коем случае не берите корейскую версию корейская версия а это собственно родной регион компании samsung имеет на самом деле ограничения во первых там только одна симка то есть вот здесь весим карта там одна также там нет и сима здесь есть и сим там нет и сима а еще там очень плохая агрегация часто соответственно купите в россию корейские samsung и он будет плохо работать поэтому обратите на это внимание и покупайте одну для других регионов ну про вьетнамский регион я вам уже сегодня рассказывал в основном конечно же samsung остается одним из самых многофункциональных устройств у него есть большое количество настроек у него есть технологии которые не используют другие смартфоны например тот же самый да ног система защиты или например система dex когда ты можешь подключить свой телефон по проводу телевизору и превратить свой телефон в небольшой компьютер я не помню какая компания тоже на своих смартфонах имеет некий такой аналог этой системы но она работает не так также беспроводная зарядка реверсивная зарядка все это есть у смартфона чего у нее нет инфракрасного порта нету но не знаю есть люди безусловно которые страдают без инфракрасного порта последнее время кстати отметил что много китайских смартфонов стали выпускать телефоны именно с инфракрасным портом тот же самый опыт например у viva есть инфракрасный порт у сяоми есть инфракрасный порт в общем я думаю что самсунг конечно же никогда не воткнет инфракрасный порт потому что как будто вы для знаете пережиток прошлого и наверняка люди которые сейчас айфонами ходят такие как смысле инфракрасный порт вы чё там андроидеры с ума сошли что ли но на самом деле инфракрасный порт прикольная штука и можно настроить свой телефон для того чтобы он был пультом для всех телевизоров в вашем доме можно настроить свой телефон для того чтобы вы могли например переключать температуру на вашем кондиционере вы можете прийти в любую кафешку и настроить телефон и связать ваш телефон с телеком который работает в кафешке дистанционно то есть не подходя вообще ничего не делая и начать переключать главное чтобы за это вам голову не переключили а в остальном хорошая штуковина да кто-то может быть скажет что система немножко перегружена своими настройками соглашусь кто-то скажет что система уже устарела визуально с этим я лично соглашусь я говорил же неоднократно что эти иконки надо перерисовать как-то не под задолбали честно говоря вот эти скругленные квадратики я уж не помню сколько лет они присутствуют на самсунгов ских смартфонов очень-очень давно я думаю что их надо немножечко модернизировать и они должны стать более более серьезными что ли такие немножко игрушечная у тебя смартфон то совсем не игрушечный мне кажется это надо делать перерисовать я топлю чтобы ван юай 7.0 перерисовали дизайн икон ну что касается камер наверное один из самых важных моментов а как же samsung все-таки снимает по сравнению с этими бедными опами вилами китайскими и в сравнении с новым huawei pure 70 ультра ну тут ситуация такая есть хорошие новости есть и новости так себе первая хорошая новость я уже сказал смартфон стал снимать лучше вот за то время как это телефон находится у меня это уже три месяца я постоянно его используют фото сравнения еще раз напомню вам что я наш телеграм-канал постоянно заливаю оригиналы фотографий причем я беру вот например модель там алену или олю делаю фотографии на все флагманы и все эти фоточки сразу же раз и заливаю в наш телеграм-канал вы можете их открыть посмотреть в чем вообще разница почему я предлагаю вам подписаться на наш телеграм-канал потому что ни у кого такого нету ибо и бывает конечно что люди у себя в телеграм-каналов выкладывает например самсунг и айфон до несколько фоток а здесь все флагманы к ну круто же согласитесь поэтому переходите на канал посмотрите много все интересно и как я уже сказал действительно люди стали отмечать что samsung стал делать более интересные фотографии основная камера телевичок трехкратный секрет и десятикратное увеличение все стало работать прямо лучше как будто бы это даже немножко удивляет но в целом радует больше конечно же это первый позитивный момент который я хочу отметить 2 момент который хочу отметить это то что все левички которые у нас здесь есть трехкратные пятикратные учения они немножко неравнозначные с точки зрения качества трехкратное увеличение телевичок который здесь установлен он все-таки немножечко печальный он всего лишь на 10 мегапикселей понятное дело там есть оптической стабилизации и так далее но выдает очень шумную и не сильно детализированную картинку к сожалению в сравнении с опами вивами и всеми остальными трехкратном зуме samsung вечернее время делает фотографии похуже точно вам могу сказать даже пятикратный сумм делает фотки как будто бы поинтереснее мало того там еще и 50 мегапиксельный модуль поэтому он помогает делать фотографии и длиннофокусные например десятикратное увеличение поэтому в этом компоненте вот по телевичкам конечно samsung приходится сейчас тяжеловато и есть телефоны которые делают именно лучше viva о по может быть новый huawei там прямо есть за что зацепиться я думаю что конечно со временем прилетят еще какие-то обновления которые еще допилю самсунгов скую камеру она станет еще получше но вот эти вещи на данный момент меня немножко смущает основная камера в принципе не вопросов нету никаких она отлично фотографирует на свои мегапиксели она кстати напомню нас 200 мегапиксельная правда конечно же когда ты включаешь основной 200 мегапиксельный режим и делаешь фотографию то она в целом проигрывает по детализации например фотографиями на 48 мегапикселей который делает например iphone поэтому я за режим 200 мегапикселей вообще никогда не использую не вижу в нем никакой необходимости больше всего знаете меня что в камере удивило это плохая сверх широкоугольная камера это прям было очень странно я когда начал снимать видео сравнение например с galaxy s 23 ultra я увидел насколько новый сверх ширик делает видосы хуже причем что касается фото вот вопрос вообще никаких нету снимаешь делаешь фотографии ровно примерно то же самое что и на 23 мульта роста нету мы уже привыкли к тому что смартфон от смартфонов не сильно отличаются новыми поколениями да по качеству но вот то что когда снимаешь видео она гораздо хуже это честно говоря расстроила плане видео я сказал что сам смартфон снимает достаточно хорошо хотя в ночное время все-таки появляются шумы которых бы мне не хотелось видеть появляются такие синеватые засветы когда в совсем темном месте снимаете появляется к немножко синие засветы из-за поднятия iso и тоже не очень красиво опять же на других телефонах такого нет безусловно фото и видео продукция самсунга является одной из самых лучших в любом случае до среди всех фото флагманов и круто что у самсунга есть возможность делать большое количество разных фотографий в разных условиях и на свершили к основная камера используя два телевичка фотографии дальних объектов тоже хорошо получаются во время съемки видео 4k 60 кадров в секунду можно переключаться между модулями это тоже все отлично работает так что безусловно samsung дает очень хорошие результаты все-таки по телевичкам сейчас на первом месте идут китайцы с этим ничего не сделаешь кроме как наверное смириться но есть еще возможность установить google камеру правда я понимаю что для с 24 ультра еще нет какой-то такой реально хорошо работающий google камеры если я ошибаюсь напиши пару в комментариях и ну приложите ссылочку с удовольствием скачаю эту google камеру посмотрю как она работает можем даже запишу отдельное видео по поводу самсунга в целом друзья вот если подводить итогу моему такому рассказу что я хочу сказать по поводу трех месяцев использования galaxy s 24 ультра он стал лучше это самое главное он стал лучше его стал дешевле это прямо такой пункт к победе бинго стал продаваться за 93 94 тысячи рублей это хорошо соответственно стал дешевле на 15 20 30 тысяч рублей он стал работать лучше потому что и камера улучшилась и автономность улучшилась и без радейства лучших ну все как бы хорошо смущает только по сути один момент это смущает наверное не меня вообще компанию samsung должно смущать вот эти китайские товарищи которые очень сильно наступают в плане фото и видео особенно понятное дело что опа и viva и huawei не могут там переплюнуть samsung по крутости бренда да по узнаваемости по авторитетности в рамках там людей но безусловно те возможности которые сейчас дают китайские смартфоны это прям хорошо но могу ли вам рекомендовать этот телефон ну конечно же до 93 тысячи рублей можно смело его приобретать если вы окей с теми моментами о которых я вам сегодня рассказал то наверняка получите удовольствие от этого телефона не обязательно кстати брать его в титановом корпусе там есть еще прикольный вариант причем на вьетнамском рынке там выходят еще такие типа оранжевые еще какие-то интересные цвета так что посмотрите там есть что выбрать собственно на этом все друзья это было видео по поводу трехмесячного использования galaxy s24 ультра я у вас хочу спросить скажите пожалуйста если вы пользуетесь этим телефоном скажите насколько он вас удовлетворяет то просто напишите что вы от него получили то что хотели может быть он даже превзошел ваше ожидание а есть ведь люди которые такие блин зачем купил самсунг надо было оставаться там на айфоне или еще какой телефон купить напишите просто ваши эмоции по поводу самсунга и может быть вы хотите его приобрести тоже пишите об этом на этом говоря огромное спасибо за то что посмотрели это видео мне зовут фил это честный блог подписывайтесь на канал здесь я рассказываю правду окажется которыми пользуюсь и болеете всем вам счастливые пока